Салют подписчикам канала Atom.os и случайным зрителям этого видео. Сегодня вы увидите обзор, отзыв на новинку Redmi Note 8 Pro. Ну а сейчас, если стоите, присядьте. Это первый смартфон от Xiaomi со встроенным NFC-модулем. Теперь можно пользоваться бесконтактной оплатой в магазине. Наконец-то дождались. Но это не единственная фишка аппарата. Тут 4 модуля камеры и можно делать снимки с разрешением аж 64 мегапикселя. А вот обычный Redmi Note 8, который не Pro, может порадовать вас только 48 мегапикселями. Тут же все намного серьезнее. Короче, на данный момент это самый обсуждаемый бюджетный смартфон. Вот и обсудим. Погнали! Ну а перед началом этого видео хочу порекомендовать вам подписаться на мою группу ВКонтакте, которая называется Необычная с Алиэкспресс. Там каждый час я выкладываю самые необычные товары с сайта Алиэкспресс по лучшей цене у проверенного продавца. Естественно, с ссылкой на покупку. А также все видео с канала Atom.osem дублируются в этой группе. Либо ищите в поиске ВКонтакте Необычная с Алиэкспресс, либо проходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Буду рад вас всех там видеть. Ну что ж, друзья, я купил этот смартфон не самой максимальной комплектации. Это версия на 6.64, есть еще версия на 6.128, чуть подороже. Я решил взять смартфон необычного, вот такого зеленого цвета. Честно говоря, непривычно выглядит, но красиво, спору нет. В комплект положили вот такой прозрачный силиконовый чехол, чтобы не скрывать этот красивый цвет корпуса. Но, увы, в чехле телефон выглядит, как видите, уже не так презентабельно. Квартет камер разместили посередине, по центру и вписали в их блок сканер отпечатка пальцев. По сути, решение интересное, где-то я уже это видел. Помните, Покафон. Телефон поставляется на глобальной прошивке, уже из коробки. Там есть Google сервисы и куча языков на выбор. В ноябре ходят слухи, аппарат получит обновление до 11-й версии MIUI. Пока еще на борту 10-я муйня и версия Android 9-я. Прилетит ли сюда 10-й Android, вопрос остается открытым. Но, в любом случае, Xiaomi хорошо обновляет свои аппараты. Теперь кратко по характеристикам. Балалайка работает на процессоре MTK, что очень необычно для Xiaomi. Можем вспомнить Redmi Note 4 или Redmi Pro. Они тоже были на MTK-процах, и с обновлениями этих аппаратов было все печально. Будем надеяться, что в этот раз нас не разочаруют. После моего Redmi Note 5 непривычно видеть такой огромный дисплей. Габариты аппаратов практически схожи, но вот в Note 8 Pro дисплей больше. Рамки меньше, IPS-матрица, дисплей на 6,53 дюйма и 2340 на 1080 пикселей. Все звучит и выглядит красиво. Дисплей спрятан под стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Задняя крышка тоже изготовлена из этого же стекла. Процессор MediaTek Helio G90T. И как я уже и говорил, память либо 6,64, либо 6,128. Ну и естественно можно расширить все это дело карты памяти. Но черт возьми, лоток опять комбинированный. Придется либо шаманить, либо отказаться от карты или второй сим-карты. Теперь мы плавно приближаемся к козырям смартфона, основная камера которого на 64 мегапикселя. F1.8. Первая линза 8-мегапиксельная, широкоугольная. Также тут есть 2-мегапиксельный макрообъектив с апертурой F2.4 и 2-мегапиксельный датчик глубины, чтобы делать красивые бако-снимки. Фронталка на 20 мегапикселей, аккумулятор чуть больше привычных объемов на 4500 мАч. Из связи есть поддержка Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.0 и NFC, чтобы наконец-то перестать засовывать банковскую карту под чехол. Сборка аппарата на высшем уровне это добротный в меру толстый бутерброд из стекляшек и пластиковые рамки посередине. Да-да, ребят, это пластик, но при всем при этом устройство не ощущается бюджетным, есть полное ощущение премиального устройства. Но почему так дешево? Ну, во-первых, сканер отпечатков не под дисплеем, а на задней крышке, что уже удешевляет устройство. Сканер работает нормально, к нему никаких нареканий нет, все как обычно, при мокрых руках он будет иногда тупить, в остальном все четко срабатывает. Сам этот блок камеры, кстати, выпирает из корпуса, но если убрать смарт в чехол, а вы по-любому это сделаете, потому что он тут есть в комплекте, то камеры выравниваются, выравниваются с задней крышкой чехла. Камеры снимают очень круто, наконец-то бюджетный сегмент смартфонов добрался до такого совершенства фотовозможностей. Нужен вам недорогой телефон с офигенной камерой и быстрой долгой работой? Берите Redmi Note 8 Pro, не пожалейте. Если хотите максимально проверить качество камеры смартфона, делайте снимки ночью. Redmi Note 8 Pro ночью, как по мне, фотографирует отлично. Есть специальный режим ночь в камере, который включает небольшую выдержку. Снимки получаются неплохие. Отдельно могу отметить макромодуль, тоже он включается в стандартном режиме. Вот тут сверху нажимаем на цветочек и у нас включился режим макро. Смотрите, как близко он приближает. Это настоящий микроскоп. Теперь каждый муравей в вашей муравьиной ферме получит личное фото. Очень понравилась широкоугольная линза, причем она не искажает изображение а-ля рыбий глаз, а четко фотографирует. Вот опять же в стандартном режиме камеры нажимаем вот на этот кругляшок и объектив захватывает намного больше картинки. Вот стандартный режим. Вообще о камере поговорим отдельно. Я хотел сделать целое отдельное видео, посвященное камере Redmi Note 8 Pro, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вот вам фото, кстати, на 64 мегапикселя. Вот такие дела. Кстати, Redmi Note 8 Pro это первый смартфон компании, вышедший в серию с такой камерой. В Note 7 использовали интерполяцию, ну а тут честные 64 мегапикселя. Тут установлен модуль камеры Samsung. При хорошем освещении он выдает 64 мегапикселя, а вот при плохом освещении также интерполирует снимки. Цветосила модуля отличная. Портретная съемка достойна отдельной похвалы, но только при хорошем освещении. Вообще, друзья, про камеры смартфона говорить можно долго. Все это будет в отдельном видео с тестами камеры. Сейчас же хочу затронуть заживое. За эти три буквы. Хэ, ой, не то, МТК. Многим не нравится этот производитель железок и не безосновательное. Привычный всем нам Snapdragon гарантированно дает понять, что телефон без обновлений не останется. Что о Mediatek сказать нельзя. Обновы на смартфон с МТК прилетают с опозданием. И хорошо, если вообще прилетают. Но если вы не ярый гик-фанат модов прошивок, патчей и прочей кастомизации, издевательства над смартом, то можете даже не париться и спокойно брать любой смартфон с МТК-процессором. Вот, к примеру, уже прилетело обновление на МТК. Короче, разницы от любых других камней рядовой пользователь смартфона не заметит. Что касается нашего героя, смартфон вообще не тормозит. Гоняет как гонщик спиди. В Antutu набирает почти 300 тысяч попугая. Плюс в MIUI появился новый игровой режим, который порадует любителей долго играть на смартфоне. Никаких оповещений, ничего не будет отвлекать вас от игры. Ну а процессор будет молотить на полную, так как система свернет все фоновые процессы, кроме игры. Проц перегреваться не должен. На него прилепили теплоотводную медную пластину и трубку с жидкостным охлаждением. Заметного троттлинга при относительно долгой игре не замечено. Восьмиядерный процессор поделен на два кластера. Два ядра молотят на частоте 2.05 ГГц и шесть ядер с частотой до 2 ГГц. За видео отвечает Mali-G76 с 4 ядра, ГПУ на частоте 800 МГц. Батарея на 4 500 мАч позволяет устройству работать стабильно и два дня при стандартном использовании. Если нагрузить телефон, то один день он точно проработает без зарядки. Заряжается, кстати, до 100% за 1 час 50 минут. Есть быстрая зарядка, поддержка OTG. То есть к смартфону можно подключить флешку, мышку, геймпад по проводу. Ну а что касается самих возможностей телефона, то собеседника вот в этом динамике слышно отлично. Динамик четкий и громкий. Сам звуковой динамик расположен вот тут снизу. Он тоже отличного качества. Звук насыщенный, громкий, сбалансирован прекрасно. Но, увы, стерео не завезли. Качество GPS соединения тут тоже хорошее. Телефон удобно использовать в качестве навигатора. На таком большом экране отлично видно карту. Ну а связь со спутниками довольно уверенная. Даже в, казалось бы, труднодоступных местах. Ну в России в официальном магазине версия телефона вот такая же на 6.64 стоит 18 тысяч рублей. А версия на 6.128 20 тысяч рублей. Что, на мой взгляд, все же выбивает смартфон из бюджетного сегмента устройств. Превращая его в среднебюджетный гаджет. Ну а для большинства наших сограждан, что греха таить, это дорого все же. Но дешевле, чем другие смартфоны более именитых брендов. Но, ребят, в любом случае, этот телефон можно купить еще дешевле, значительно дешевле, прямиком из Китая. Я оставлю ссылки в описании под этим видео. Проходите, приценивайтесь, покупайте и экономьте. Ну а резюмируя все вышесказанное, давайте разложим устройства на плюсы и минусы. К плюсам, конечно же, отнесу качество сборки, железо отличное, прошивку, камеру, огромную батарею и автономность, ну и цену. Минусов по большому счету нет, разве что нет беспроводной зарядки, ну и субъективного вот эта капелька уже достала. В заключение мы приходим к выводу, что это очень интересный смартфон. Все деньги, которые вы за него платите, уходят в практичность, ну и в качество. В смартфоне чувствуются повадки премиальных устройств. Это хороший, относительно недорогой смартфон, на который не жалко потратить деньги. Телефон для тех, кто понимает, что покупает. Для тех, кому не нужны понты, для тех, кому не нужно доказывать свой статус всему миру. Поэтому, если вы не пустозвон, вам не нужен кредит на iPhone, вам нужен именно Redmi Note 8 Pro. Этого телефона хватит года на три минимум. Так что можно брать. Советую присмотреться. Это все еще топ за свои деньги. Ну, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Все интересные ссылки я оставлю в описании. Ну, а на этом все. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok